Битвы за контейнеры. Все в сборе, как я рад. Сейчас откроем контейнеры. У меня для вас большие сюрпризы. И я надеюсь, что вы на этом сможете заработать. Готовьте деньги. Я вижу тут новые лица. Дикий Билл Коди. Как дела, брат? Этот контейнер прибыл из Флориды. Следовал в Нью-Порт-Бич, Калифорния. Открывай эту штуку. Смотри внимательно. Далой замок. Готово? Когда контейнер открыли, оттуда завоняло. Уверен, здесь не только брикеты сена и старые шины. Смотрите внимательно. Крашеные шины? Сена? Ну, не знаю. Не пойму, брикеты уложены до задней стенки? Ты знаешь мою тактику. Хорошо, попробуй. Куда полез? Ты что делаешь? Это не сено, это солома. Солома используется для защиты людей от ударов или падений. Контейнер направлялся в Нью-Порт-Бич, где проводят ярмарку округа Ориндж и карнавалы. Похоже, это как-то связано с техникой. Вижу там провода для прикуривания от аккумулятора. Возможно, это связано с собачьими бегами, когда запускают искусственного зайца по кругу. Я знаю, для чего эти шины. Их используют для педстопов на мотокроссе. А из брикетов делают стенки трека. Если внутри кар, то ценность его невелика. Но мы заставим Мэтта думать, что там что-то ценное. Мы его раскрутим. Вот наш план. Ну что, кому нужно сено? Две тысячи. Пять. Пять принят. Семь. Спасибо, старик. Восемь. Принято. Кто девять? Десять тысяч, Джонни. Десять штук. Поднимаю. Одиннадцать от Дианы. Кто даст двенадцать? Двенадцать, Мэтью, снова в игре. Тринадцать. Четырнадцать. Кто пятнадцать? Четырнадцать пятьсот. Принято. Мэтью, пятнадцать. Узи и Шломи дают шестнадцать тысяч. Шестнадцать пятьсот. Серьезная заявка. Кто семнадцать? Спасибо. Мэтью, смотрите на меня. 17 500. Огромное спасибо. Принято. Поднимаю. Кто больше? 19. Отлично. Кто 20? Еще 500. Ставка 19 500. Давайте 20. Ну, кто даст 20? 19 500. Раз. 19 500. Два. Я пас. Продано за 19 500. Посмотрите на него. Сразу видно, новичок. Эй, Би, не хочу пропустить следующий аукцион. Пока закроем его, а потом вернемся. Ребята, все за мной. Подходите. Этот контейнер прибыл из Бельведера, Франция. Направлялся в Лос-Анджелес. Мои ребята сказали, что его хозяева богатая пара, которая переехала сюда, но контейнер так и не забрала. Ну, готовы его рассчитать? Эй, Би, вскрывай. Готово. Написано «не кантовать». Интересно. Возможно, там произведение искусства или качественная мебель из Франции. Она может стоить кучу денег. Вещи из французского салона. Уверен? Не из салона парикмахерская, а из салона типа бутика. Мне это нравится, хочу его купить. Мы в деле. Здесь все говорят только по-английски. Они не знают, что салон с французского переводится «гостиная». Они просто этого не знают. Похоже, они отправили мебель. Все современное, хорошо упаковано. Думаю, вещи там ценные. Я местный король мебели. Мо называет себя королем мебели, а я думаю, он придворный шут. Я король. Примерил на себя мою корону? Ты здесь был всего раз. Нужно чаще появляться. Надел гавайскую рубашку и выпендривается. Этот парень думает, что он крутой, но я знаю одно. Если я захочу, он ничего не получит. Ну что, ребята, поехали. Кто начнет? Десять! Принято. Кто одиннадцать? Одиннадцать. Двенадцать. Принято. Кто тринадцать? Тринадцать. Пятнадцать. Отлично, спасибо. Решили с нами поиграть. Мы снимем с него эту рубашку, потому что она уродливая. Есть пятнадцать. Кто шестнадцать? Поднимаю. Шломи, хочешь поднять? Семнадцать. Еще пятьсот. Семнадцать пятьсот. Кто больше? Восемнадцать. Принято. Кто накинет еще? Давайте. Девятнадцать тысяч, и покончим с этим. Серьезная заявка. Двадцать. Принято. Кто даст двадцать одну? Выкусил. Хочешь спрятаться за своей женой? Я поднимаю ее руку. Двадцать одна. Двадцать одна. Принято. Ну, а кто выкусил? Кто даст двадцать две? Есть двадцать две. Кто даст двадцать три? Не стесняйтесь. Двадцать три. Ставка двадцать три тысячи. Кто предложит двадцать четыре? У меня двадцать три. Последнее предложение. Двадцать три раз. Двадцать три. Два. Продано. За двадцать три тысячи. Мы вас сделали. Мой бизнес – обеспечение отелей. Я знаю, что смогу все это продать и удвоить деньги. Что ж, добро пожаловать в игру. Ну, я с тобой сейчас играю. Люблю ставить новичков на место. Фонари? Похоже на то. А это, наверное, картина. Что здесь? Интересно. Отличный диван. Посмотрим. Ну же. Да. Покрыт белой кожей? Стоит где-то две с половиной. Посмотри, что здесь. Телевизор. Оружие тысяч пять есть. Отлично. Я доволен. Ребята, вытаскивайте остальное. Еще четыреста или пятьсот баксов. Да. Трехсантиметровое стекло с обработанной кромкой. Здесь стол и шесть стульев. Тянет на полторы тысячи. Открываем. Круто. Сейчас проверим. Я король. Надо же. Сделано из твердой древесины. Только за этот предмет получим пять штук. Вот это да. Каркас кровати. Еще тысяч шесть. Знаешь что, это не гостиничная мебель, а домашняя. Еще одна лампа. Джон. Что? Подойди. Что это? Бриллиант? Настоящий бриллиант. Можно отличить потому, как он преломляет свет. Мы уже сделали семь тысяч, а эта сережка стоит тысячи три. Отличное начало. Идем, милая. Следующему контейнеру. Да, к нему. Смотрите далее. Все, что я увидел, шарики для пинг-понга. Осторожнее. Не шлепнитесь задом. Мо, тут все для тебя. Я здесь, и все мое. Битвы за контейнеры. Диана, смотри, какой контейнер. Большой и красный. Давайте, подходите. Этот контейнер прибыл от производителя спорттоваров из Китая. Направлялся в Сент-Луис. Сказано, что при погрузке был нанесен небольшой ущерб. Режь его, не жалей. Открывай. Сколько шаров. Все, что я увидел, шарики для пинг-понга. Осторожнее. Эйби, нужно все собрать, а то кто-то шлепнется задом. Корнелиус, известный производитель оборудования для пинг-понга. Я не Форест Гамп, но я знаю, что на ракетках для пинг-понга можно заработать. Там точно есть столы для пинг-понга. Они дорогие, стоят долларов 500. Там их много. Они нам нужны. Так что мы не будем сидеть сложа руки. Там полно столов, столы для пинг-понга. Вещи не для короля мебели, но деньги всегда деньги. Итак, начнем торги. Я готов вам помочь. Кто желает начать игру? Кто даст тысячу долларов? Тысячу долларов от Дианы. Спасибо, Диана. Спасибо, Джейсон. Еще 500. Две 500. Три 500. Кто еще? Пять тысяч. Эти ребята швыряют деньги быстрее, чем я считаю. Шесть. Шесть принято. Кто даст семь? Да. Это ставка? Да. Что вы там встали? Подходите поближе. Семь тысяч в заднем ряду. Кто больше? Девять. Девять тысяч. Кто пойдет дальше? Десять от Дианы. Кто даст одиннадцать? Одиннадцать тысяч. Ставка из заднего ряда. Двенадцать. Принято. Кто даст тринадцать? Еще 500. Двенадцать с половиной. Кто выше? Тринадцать. Принято от ребят с галерки. Джейсон, давай. Ты можешь накинуть. Смелее. Тринадцать тысяч раз. Тринадцать тысяч два. Продано за тринадцать тысяч. Продано, продано, да. Все наше. Давайте, тупицы, тратьте все деньги. Вытаскиваем их. Мы стояли в сторонке. Никто не обращал на нас внимания. Так мы побеждаем. Упаковка в хорошем состоянии. Распаковывать не будем. Они все разные, видишь? Смотри, что там написано. Они не китайские, а французские. В каждой пять или десять. Каждая тысяч по десять. Десять за каждую? Почти. Это самый быстрый доход из всех. Пинг-понг. Победа. Отличный счет. Еще десять тысяч долларов. Постой, может, там дальше еще есть? Быть не может. Столы олимпийские. Тысяча двести за каждый. По десять штук на поддоне. По двенадцать. Вот это да! Смотри, ракетки. Отличное качество. Ракетки для профессионалов. Тридцатку за каждую. Там что-то еще осталось. Надо проверить. Я же говорил. Снова удачи с нами. Да. Это тренировочный стол. Робо-понг. Да. Включаешь и поехал. Пинг-понг, пинг-понг. Только за один стол пара тысяч. За автомат еще пара тысяч. Все в хорошем состоянии. Дела идут неплохо. Неплохо? Да дела идут отлично. Это же пятьдесят тысяч. Наша прибыль тридцать семь тысяч. Лучше, чем мой бар Митцва. Давай сыграем. Я первый. Буду играть как Форест Гамп. Да! Мы короли! Все сюда. Джон, рассказывай. Этот контейнер прибыл из Нэшвилла, Теннесси. Направлялся в Лос-Анджелес. Бизнес-получатель закрылся за пять дней до прибытия груза. Кто хочет увидеть, что там внутри? Режь замок! Начали! Открывай! Знаешь, что там может быть? Оборудование из деревенского бара. Джон! Что? Ты как деревенщина. Я деревенщина? Ты весь ходишь в бары, где играют в пул, пил пиво, куда приезжают на Харлеях. Да, заходил пару раз. Я обожаю! Мо, ты ведь король мебели, так что все это для тебя. Вот ради чего я живу. Ты будто только из тюрьмы и ищешь себе женщину. Да, вот она, моя женщина. Видимо, мы потратим деньги. Как на целый дом. Верно. Все, хватит. Даже не смотрите на мой контейнер. Ты потерял свою корону. Нет, чтобы забрать корону, ты должен выработать короля. Но я все еще стою на ногах. Вот он я! Посмотри на картинку с бокалами. Это точно из деревенского мартини-бара. Деревенское пиво или виски? А не мартини. Уверен, это из сигарной комнаты. Там есть что-то ценное. Стол для пула. Он стоит кучу денег. Под стульями, возможно, пианино. Отличный контейнер. Мне нравится. Ну что ж, пришло время его продать. Покажите, на что вы способны, ребята. Кто начнет с тысячи? Пять тысяч. Даю шесть. Шесть тысяч. Кто даст семь? Десять. Отлично. Кто больше? Одиннадцать. Принято. Кто двенадцать? Тринадцать. Принято. Кто больше? Пятнадцать. Пятнадцать. А Дианы? Еще пятьсот. Пятнадцать с половиной. Эти новички пришли поиграть, а мы победить. Семнадцать. Вот это по-королевски. Итак, семнадцать тысяч. Кто даст восемнадцать? Кто даст мне семнадцать с половиной? Последнее предложение. Больше нет желающих? Семнадцать тысяч раз. Семнадцать тысяч два. Ну что ж, продано. За семнадцать тысяч королям мебели Мо и Таю. Получись играть, болван. Надеюсь, там есть выпивка, чтобы они горе могли залить. Если там нет золотых слитков, оно и даром не нужно. Кожаное кресло, а там такта. Сколько? Где-то тысяча двести. Около того. А это еще что? Что это мы такое купили? Чучело. Пока есть тысяча две, но еще не вечер. Тише, полегче. Полегче. Тут целый бар. Столики уйдут по двадцать пять баксов за штуку. А вот экраны для пива. Неплохой бар. Все древнее, сделано из меди. Это уже минимум пять тысяч. Тут еще должны быть деньги. Тай, смотри. Там, где есть ки, должен быть бильярный стол. А если стол винтажный, то он дорого стоит. Толкай. Тише, тише. Хорошо, хорошо. Круто. Еще один бар. Снимай обертку и посмотрим на него. Все стулья старые, такие больше не делают. Если они старые, это не значит, что они винтажные. Это столько хуже первой. Может потянет на тысячу или чуть больше. Итак, сколько у нас? Где-то семь, пятьсот. А сколько потратили? Семнадцать. Похоже, мы купили старый вшивый бар. Готов? Раз, два, три. Поехали. Осторожней. Хорошо, стой. Это должно стоить десять штук. Хорошо бы. Посмотрим. Такой стол для пула ничего не стоит. Мне надоело терять деньги. Все достало. С меня хватит. Что это случилось с королем мебели? Я больше не могу. Хватит. С меня хватит. Каждый раз, открывая контейнер, мы находим хлам. Хватит. Я пас. Мы потеряли восемь тысяч. Я волнуюсь. Не знаю, что находится в конце контейнера. Смотри. Осветительная система для гоночных грузовиков. Никто не будет отправлять через всю страну соломы и фонари. Наверняка там есть что-то с мотором. Эйби, выноси брикеты. Они стоят долларов по сорок за штуку. Почему не играют в кантри, пока я этим занимаюсь? Видишь шины? Выкатываем их. Вот это да! Убираем сено. Скидывай их. Вот так. Все или ничего. Это же драгстер. Настоящий Морган. Быть не может. Это Морган. Да. Эйби, ты видишь? Это же гоночная тачка. Поехали. Она новая, невосстановленная. Такие драгстеры выпускают по одному в год. Посмотри на дерево. Медь. Тут есть секундомер для гонок. Посмотри на хром. Совершенно новый двухцилиндровый V-образный двигатель. Она стоит не меньше 60 тысяч. Эйби, я поехал. До встречи. Да! Новички Джон и Лорена в первый же день наделали много шума, взяв ценную мебель. Я король. Шломи и Узи также получили солидную прибыль. 50 тысяч. Наша прибыль 37 тысяч баксов. Да! А неудачная покупка старого бара привела Мо и Тая в ярость. Каждый раз, открывая контейнер, мы находим хлам. Хватит, я пас. Прощайте. Битвы за контейнеры.